Родион Дубина Правило одиннадцатое. Не верь рейдерам. В округе было на удивление тихо, несмотря на то, что пошумели мы ночью, да и утром прилично так. Может эта тварь была чем-то вроде Альфы и распугала всех остальных мутантов, ну или запах ее внутренностей, которым от меня Розила всех отпугивает, а может мы просто убили всех ближайших зомбаков. Но все же следует соблюдать осторожность. Арбалет все-таки вышел из строя, а сабля доказала, что не все противники уязвимы для холодного оружия. Порадовал навык, но как им пользоваться, да и вообще всю его суть, я не понимаю. Что получилось случайно, не обязательно повториться снова. Нужно будет активно заняться изучением этого умения, ну и той информацией, что мне приснилось. Доступ Эпсилон. Что бы это значило? Доступ к чему? Все же ночью мы убили не всех ближайших тварей. Один из ходячих бродил сейчас по соседнему двору и даже не смотрел в мою сторону. Хорошо все же, что со мной нет того светящегося магнита для тварей. Его даже самые простые чувствовали, не говоря уже о более развитых. А ведь сейчас идеальная возможность потренировать свой навык. Я устроился за забором из сетки, за которым бродил зомбак. Привлек его внимание негромким постукиванием сабли о сетку. Тот неспеша направился ко мне, издавая не особо устрашающее рычание, больше напоминавшее мычание. Движение было рефлекторным и довольно быстрым, но я примерно помню движение рук. Напоминало бросок мяча. Окей. Я поставил ладони параллельно друг другу, словно держал невидимый мяч, после чего резко бросил его. Но ничего не произошло. Разве что я осознал, как тупо смотрюсь со стороны. Будто школьник, изображающий бросок огненного шара. Интересно, бывают такие способности? Так, попытка номер два. Да, поставил руки. Напрягся. Не обосраться бы. Бросок и... Ничего. Зомбак уже подошел к сетке, а долго она его выдерживать не сможет. Ладно, еще одна попытка и переходим в рукопашную. Поставил руки. Представил появление чего-то вроде метательного ножа. Легкая вспышка и между ладонями действительно материализовалось нечто. Вот только ножом назвать это никак нельзя. А если это и можно метать, то эффект будет как от броска фекалиями. Бесформенное нечто, напоминавшее теннисный шарик под воздействием огня зажигалки и обросшее бородавками, повисело в воздухе пару секунд, а потом бесследно растворилось. Вместе с этим я почувствовал опустошение внутри. Нет, силы меня не покинули, хоть и чувствовала сильная усталость от проделанного. Просто я чувствовал, что запас энергии, которую я использовал, иссяк. Кажется, во сне что-то было про энергию Эпсилон. Десять из десяти. Это явно не десять попыток. Ладно, потом разберемся. Сейчас нужно что-то делать с монстром, завалившим забор. Ясно же что, валить его надо. Псинка, взять. Собака только и ждала команды. Ухватилась за руку неповоротливой твари, сделав ее еще более беспомощной. Дальше мой ход. Шаг вперед, клинок в глаз. Обхожу зомбака и бью в уязвимое место. Попался второй попытки. Тварь упала, а я сосредоточился на внутренних ощущениях. Может, я себе внушаю, но кажется, я что-то получил за это убийство. А может, это проглоченный камушек действует. Кстати, о них. Выпотрошив этого тугодума, я ничего не обнаружил и отправился дальше, не сильно огорчившись. Тот рейдер сказал, что найти один камушек – это везение, а у меня их уже целая куча, да и пару осколков находил. Они встречаются гораздо реже, так что можно считать себя везунчиком. Осталось пройти пару дворов, и я вернусь в бункер. Идиот, зачем я вообще его покидал? Хотя в ближайших планах сделать это снова, но уже не ради тупорылой стервозной суки, а чтоб найти сестру Васьки. Да и пар выпустил с хорошенькой девочкой. Жаль, что только с виду хорошей. Пройти мимо зачищенного двора просто так я не смог. Как-то не по-нашему возвращаться без хабара. Не отказался бы от ящика или хотя бы пару бутылочек пива, сушеной рыбки или чего-то подобного. Можно, конечно, сделать крюк и сходить кормянке. Это прозвище местной бабушки, продающей продукты на дому. Пиво и чипсы там найдутся точно, если, конечно, никто еще не утащил. Но рисковать жизнью ради бухлишка как-то глупо. Так что я принялся обыскивать ближайший дом и погребок. Конечно, ничего подобного не нашел. Разве что мешок соли. Можно хоть целую ванную рыбы засолить. Вот только где ее взять? А вообще, как встанем на ноги, нужно будет заняться разведением рыбы, животных и растений. Деревня подходит для этого как нельзя лучше. Представляю, что в городе творится, если его тоже перенесло. Огромные толпы тварей, бродящих по улицам. Бра. А еды практически нет. Хотя в магазинах, супермаркетах и рынках хватает долго хранящейся еды. Ладно, подумаем, что можно взять. Но на пороге в дом я наткнулся на кучу сгоревших трупаков. Нервничал не только я, но и псинка. Очень необычно. Никогда не видел, чтоб твари сжигали друг друга. Жрали, да, но не жгли. Значит, это люди, предположительно живые и адекватные. Но это не точно. Заходить или лучше свалить побыстрее? Если там рейдеры, то меня могут подстрелить, поджарить, связать или сделать еще что-то нехорошее. А если выжившие? Ну, сжечь тоже могут, но это если не узнают. Ладно, у меня есть язык и ноги. Если вдруг чё, смогу убежать, а для начала просто спрошу, кто там. «Эй, есть кто живой?» Крикнул я в приоткрытую дверь. «За-а-а-а-а!» Послышался не то ответ, не то хриплый выдох. «Это Сашка Абрам, а с кем я говорю?» Спросил я, не заходя в дом. «Ги-и-и!» Все такой же приглушенный хрип. «Что, я вас не слышу?» «Па-а-а-ги-и!» «Вам нужна помощь!» «Га-а-а-ля-ть!» «Ладно, я вхожу, только не стреляйте и не сжигайте, или чё вы там еще делаете?» Я заглянул в коридор, но никого не увидел. Аккуратно шагнул в проход, глядя в следующую комнату. Там лежало безногое тело, а за ним тянулся засохший кровавый след. Судя по одежде и разбросанному вокруг оружию, тело было рейдером. Но, точнее сказать, ничего не могу. Я даже не знаю, из одной они все банды или нет, но точно знаю, что бдительности с ними лучше не терять. И дать ему умереть я не могу, он сейчас единственный источник знаний об этом месте. — Воды! — прохрепел он уже более внятно. — Секундочку! Псенька, охраняй! — особо ни на что не рассчитывая, приказал я и выбежал из дома. Вернулся где-то через минуту с целым ведром воды. На удивление собака стояла и пристально смотрела на невезучего рейдера, выполняя отданную ей команду. Откуда она ее знает? — Ой, не верится, что сосед обучал ее хоть какой-то команде. Разве что заткнись. Складывается впечатление, что она не просто умная, а понимает наш язык. Ну да ладно, сейчас есть занятие поважнее. Рейдер едва не утонул в поставленном возле него ведре. Он окунул в него голову и не поднимал около минуты. Если бы не редкие и громкие вздохи и посербывания, я бы принял его за утопленника. — Опоесть, найдется что-то! — отдышавший сказал он. — Возможно, но мне нужна информация взамен. Сказал я, начав торговаться. Я бы и так ему помог, уж такой я человек. Но раз и мне кое-что от него нужно, почему бы не предложить обмен? — Потеряшка? Да без базара, малой. Тащи хавку, расскажу, что захочешь. Мне тут долго еще лежать. Я сбегал в подвал, взял четыре разные банки, паштет, помидоры, варенье и малосольные арбузы. Открыл их все возле умирающего с голода рейдера, а сам сел в нескольких метрах от него. Договор договором, но вдруг он решит присвоить себе мое барахло. Хотя у меня толком ничего ценного и нет. — Короче, слухай сюды, или как вы тут базарите в селе? Я не стал отвечать, чтоб не сбивать его с мысли. Ты попал, пацан, и не просто попал, а попал в самую настоящую, как бы помягче выразиться. Заднюю межбулочную промежность ты попал. А если конкретнее, то ты, да и я, млядь, тоже, короче, мы в пазли. Это чё-то такое? Не удержался я от уточняющего вопроса. Это твой новый дом так называется. Мир, что нас окружают, называют пазлом, ну или мозаикой, чтоб меньше было путаницы. Просто пазлами также называют все те части из прежнего мира, что сюда прилетели. — Ничего не понял, если честно, — признался я. — Ещё бы. Я и сам ни хера не понимал два года назад, как только попал сюда. Месяца три шарахался по пустынным степям, пока хорошим людям не попал. Там пахать, конечно, надо, зато всё по полочкам разложили и кровь с пропитанием дали. Рейдер умудрялся жадно глотать еду прямо во время разговора, практически не прекращая говорить. В общем, заносят сюды такие пазлы пару раз в месяц. Иногда чаще, иногда реже. Но это я только о ближайшей территории, за всей планетой не уследишь. Тем более, что она не круглая, по крайней мере сейчас. За несколько лет сюда забросило несколько десятков пазлов, и получился континент примерно с Россию размером. Но это всё на уровне слухов. Проверить и замерить – это очень трудно. Почему трудно? Я видел здесь рабочие машины, только немного другие. Машина ещё не гарантирует доставку с точки А в точку Я. Тут есть такие твари, что им и танки нипочём. Скрутят в бублик и проглотят вместе с экипажем. Ещё и переварить смогут, выкакивая одни гусеницы. А кроме твари есть и другие опасности. БДСМщики, тёмные хантеры, кочевые, ну или тупо в аномалию можно попасть. Это не говоря уже о метеоритах и гнёздах. А машины почти такие же, только энергию другую используют для движения. Примерно ту же, над чём всё остальное тут работает, включая меня и тебя. Это что за энергия? Зацепился я за единственное понятное мне предложение. Ядерное, радиоактивное, общее, пазловое, мозаичное. Называй, как нравится. Ты сейчас впитываешь и перевариваешь эпсилку. Самая неэффективная слабая энергия. Ну и встречается чаще всего. Около 60% всех метеоритов эпсилки. То есть этих камней там большинство, но и в других это основная масса. Короче, это тебе сейчас не нужно. Просто запомни. Без ноги закинул в рот большой помидор, который ему не удалось проглотить так легко. Но после небольшой паузы он продолжил. Запомни, если встретишь светящийся камень, тебе крупно повезло. Хватай его и беги нахрен с того места. Прячься, постоянно передвигайся. И да, если он фиолетовый, прижимай голому телу несколько часов. А если хочешь быстрого эффекта, положи в стакан с водой или алкоголем. С алкоголем эффект самый быстрый, и чем он крепче, тем быстрее. В чем суть? Эти осколки передают энергию своему окружению. Если вокруг только земля или камни, камень будет несколько дней, а то и недель хранить энергию. При контакте с человеком, ну или мутантом, всего за несколько часов все передаст. Воду передает где-то за час, но и в спирт еще быстрее. Потом просто выпиваешь, и энергия очень быстро усвоится. «Что она дает?» Спросил я, изображая удивление. Не хотел показывать, что уже применил один камень на себе. «А дает она одну случайную способность, которая навсегда останется с тобой и будет помогать выжить. Ну или не будет, смотря как повезет. Ха! У одного моего кента из хантеров способность жидкость охлаждать. Так чем он занимается, как думаешь? В баре работает, ну или в рейдах пивкода водочку охлаждает. Но это еще не самое худшее. Слыхал я про одного парня, что может дыхание минут на десять задерживать. Вот скажи, нахера такая способность? Нырять разве что, так для этого оборудование есть. Короче, тут полная лотерея. А какая у тебя способность? У меня их три, братан. Обычно я не рассказываю о них первому встречному, но ты меня выручил, спас, можно сказать. Да и чего ожидать от потеряшки первого ранга? Первое самое охуенное – пирокинез. Да ты и сам гору трупов сожженных видел. Я как-то поджег одного зомбака, но он погорел и перестал, так и не померев. Тут у каждого что-то типа шкалы здоровья есть. Только она невидимая. До получения определенного количества урона тварь будет жить. Но разный удар по разным частям и урон разный наносит. Ты можешь, например, тыкнуть его десять раз в спину или пару раз в голову. В обоих случаях урон будет смертельным. Но есть у них одно слабое место – это почки. Тварям до третьей стадии достаточно одного удара туда. С третьей, правда, они у них уже более защищенные. Но тебе это рано пока знать. Если встретишь такую тварь, считай уже труп. Проще себя убить, чтоб не мучиться, чем пытаться с берсерком, к примеру, тягаться. А что за ранги и как их различать? Ну, первые – это самые обычные трупаки. Они встречаются чаще всего и никакой опасности не представляют. Если их не толпа, конечно, и если ты вооружен. В противном случае могут порвать тебя на кусочки и сожрать за полчаса. Вторая стадия – шустрики, бегунки, живчики – тоже по-разному называют. Очень опасные ребята. Бегают быстро, не устают. Мускулатура развита получше, чем у пауэрлифтеров. Но, снова-таки, почки – выязвимое место. Третья стадия. Тут уже идет разделение на специализации. Кто-то хорошо дерется, кто-то очень быстрый, некоторые на поиск заточены. Хотя есть такие, кто вообще странно мутировали. Длинные, к примеру. Ну, я думаю, они должны по зданиям лазить хорошо, но и в бою сильны. Да любая тварь третьей стадии может целый отряд таких, как я, положить. Вот это, кстати, длинные сделал. Он указал на свои отрезанные ноги. А как ты выжил? Да я уж и не думал, что выживу, но сумел дезориентировать его на несколько минут. Это мой второй навык. Я уже без ног был, поэтому не убежал бы, только отсрочил свою смерть. Он по двору стал шататься, приходя в себя. А потом я услышал звук бьющегося стекла, и он свалил, похоже, на шум пошел. Это ж надо быть таким идиотом, чтоб в свежем пазле посреди ночи стекла бить. Жаль бедолагу, но лучше он, чем я. Может, у него были на то причины, и почему жаль, вдруг он выжил? Хе, не смеши меня, малой. Выжить при встрече с длинными могут только несколько подготовленных бойцов, хотя бы доступа дельта, а лучше гамма. Такая опасная тварь? Еще как. Выглядит безобразно. Так, чтоб штаны не наложить при ее виде, считается подвигом. При этом быстрое, с крепкими длинными конечностями. Ясно. А что еще дает этот доступ? Ну, ты сильнее, быстрее становишься, организм постепенно приспосабливается к этому миру. Ты наверняка первые дни кровью харкал, но потом адаптировался? Да, было дело. Так вот, ты адаптировался к этому пазлу, но есть куда опаснее. Не в плане тварей, хотя это тоже, а в плане среды. Попади ты в пазл, который более крутой метеорит перенес. Ты там с этими легкими не протянешь. А чтоб протянуть, нужно новый доступ получить. А для этого нужно убивать тварей, жрать осколки и камни из почек. Камни из почек? Я снова изобразил удивление. Ну да, в них накапливается энергия. У нас тоже они есть, по крайней мере, у более развитых. Но даже не думай кинуться на меня. Сожгу за пару секунд. Я уже восстановил свою энергию. Да я даже не думал. Сказал я вполне искренне. Знаю, малой, но я так на всякий случай предупредил. Так вот, когда валишь тварь, неважно какого ранга, всегда проверяй почки. Там такие маленькие, но позже и крупненькие будут встречаться. И что с этими камнями делать? Тоже в воду кидать? Не, их можно как валюту использовать в обжитых пазлах. А можно самому хавать и увеличивать тем самым запасы регенерации энергии. Мелкие камни влияют на эпсилку и дальше по мере роста. Ты, кстати, не встречал такие камушки? С тебя полагается взять за инфу. Она тебе не раз жизнь спасет. Не, не встречал. Соврал я, даже не моргнув. А вот врать нехорошо, братан. Я ж тебе по чесноку все рассказал. Мои глаза округлились от изумления. Откуда он узнал? И что еще важнее, что собирается делать? Как только я увидел в его ладони едва заметное зеленое свечение, сразу отпрыгнул в сторону, скрывшись за перегородкой. А это моя третья способность. Я чую вранье. Сначала думал, мне показалось. Но ты уж сильно заврался, поганец. И теперь сдохнешь. Погоди, мужик, а что мне еще делать? Я тебя впервые вижу и должен рассказывать обо всем, что у меня есть. А хоть бы и так. Может, мне это поможет выжить? Орал тот, куда-то переползая. Псинка стояла рядом со мной, готовая атаковать. Вот только я боюсь, что она тоже превратится в обугленный труп. Так что лучше договориться разойтись с миром. Ну или можно выбраться в окно. Вот только шуму это наделает. Да и в спину может шмальнуть этот псих без ноги. Слушай, я тебе спас жизнь, накормил, напоил. Давай миром разойдемся. Лады. Ответил тот спокойным голосом. Что-то быстро он согласился. За секунду превратился из психоманьяка в адекватного человека. Не верю. Я снял свой рюкзак и протянул его на сабле в дверной проем. Тот моментально воспламенился, обдав мне лицо и руку теплом. Ай, хитрый сопляк. Может, и будет с тебя толк. Ворчал тот. Мужик, я сейчас окно выбью и вылезу через него. А вот к тебе на шум придут мертвяки. Валяй, у меня вон их целая куча на пороге. Чую, тебя выгоднее будет завалить, чем десяток тварей. Да и слишком шустрый ты для первого ранга. Второй умудрился получить. Отвечать я не собирался. Безумно хотелось вытащить из него побольше информации, но договориться мы явно не сможем. Я бы даже один камушек не пожалел отдать, но он же завалит меня и все заберет. Нужно бежать отсюда поскорее. Похер уже на шум. Я разбил окно и, не став заморачиваться за чисткой осколков, выпрыгнул во двор. Но вдруг у меня в голове произошло что-то неописуемое. Все мысли смешались. Я забыл вообще, где нахожусь и что здесь делаю. В голове что-то звенело, стучало, а меня всего штормило. Я почувствовал, как меня за ногу что-то потянуло. Не удержавшись на ногах, я упал, но движение не прекратилось. Меня куда-то тащили. В спину беспощадно впивались колючки и щебенка. Одежда то и дело рвалась, но я продолжал двигаться вперед ногами. Ход времени не ощущался как таковой. Все смазалось как во сне. Меня отпустили. Затем послышался металлический скрежет или скрип. На фоне звона в ушах было сложно определить. А потом движение продолжилось. Почувствовал какой-то порожек под собой. Меня протащили через него, и карусель продолжилась. Но я уже начал приходить в себя. С трудом и болью раскрыл глаза. Я лежал в траве, рядом стояла псинка. Ну, слава яйцам. Я уж думал, меня тот псих уволок куда-то. Да уж, неприятное умение. Интересно, он меня преследует? Если это можно так назвать. Хотел бы на это посмотреть, как без ноги гонится за бессознательным. Собравшись силами, я сел и осмотрелся. Хрен пойми, где я. Спасибо, псинка. Если когда-нибудь найду сырое мясо, накормлю тебя от души. Окончательно придя в себя, я поднялся и посмотрел вокруг. В этом дворе я еще ни разу не был. Но, кажется, догадываюсь, что это за место. Тут местный винодел жил. Это я удачно попал. Жаль, только рюкзака нет. Да и время желательно не терять на поиск бухла. Но я сюда обязательно вернусь. В следующий двор проще всего было попасть, забравшись на угольник в этом дворе. Ну а с его крыши открылся обзор на главную улицу. Увидев, что там происходит, я сразу же прижался к кровле и медленно сполз обратно. Сердце билось, словно я увидел орду демонов, выходивших из ада. Так оно примерно и было. Около сотни тварей сейчас маршировали по улице, выходя из джунглей неподалеку. И ладно бы просто ходячие, как сказал тот безногий первого ранга. Но там было достаточно тварей второго и выше. Большие, маленькие, быстрые, страшные, безобразные. Похоже на миграцию или что-то подобное. Неудивительно, что рейдеры пробыли тут всего пару дней, а потом массово свалили. Я бы тоже свалил, если б знал, куда и было на чем. Нужно побыстрее попасть в бункер, и хер я больше выйду оттуда. Побыстрее не вышло. Теперь приходилось не только следить за наличием тварей на моем маршруте, но и чтоб меня с улицы не было видно, да и стараться шуметь как можно меньше. В следующем дворе заметил бегуна. Связываться опасно, но обходить этот двор придется очень долго. Да и не факт, что обходной путь более безопасный. Ладно, других тварей не видно, а вместе с псинкой уже справимся как-нибудь. Я старался подойти как можно ближе незамеченным, но метр в десяти шустрый что-то учуял и стал возбужденно озираться по сторонам. Использовать навык даже пытаться не буду. Даже если он не сработает, как в прошлый раз, то на такое расстояние точно не достанет. Арбалет тоже сломан, остается старое доброе рукопашное. Достаю саблю из ножен. Тварь услышала шелест металла и побежала на меня. Псинка рванула навстречу и вцепилась в мускулистую ногу твари. От столкновения бегуна перекрутила, он запутался в собственных ногах и упал. Я быстро ударил саблей в затылок, но с трех попыток не сумел раздробить череп. Что ж вы такие крепкие. В ходячих мертвецах вам бошки ботинком можно было раздавить. Тварь попыталась дотянуться до меня, но я отскочил назад, после этого она повернулась к псинке. Назад! Приказал я. Собака тоже отскочила, а я вновь попытался использовать навык. Представляю лезвие. Направляю его вперед. Между ладоней появился снова теннисный шарик, только уже не такой пожеванный, как в прошлый раз. Да и вперед его удалось отправить, хотя скорость была такой, что вряд ли он даже шишку оставит. Тварь начала подниматься, самое время ее добить. Два быстрых удара по шее. Хруст. Тело упало безвольной куклой. Быстро разрезаю почки, кривясь от мерзкого запаха. Два мелких камушка. Отлично. Скоро в чехле телефона не останется для них места. Пригнувшись, бегу к следующему забору. За ним уже участок деда Максима. Наконец, безо... Мои мысли прервались, когда я заглянул через забор. Это вообще никак не походило на безопасное место. Забор был снесен въехавшим в него внедорожником, затюненным различными пластинами брони и шипами. Даже не знаю, как такая железяка может ездить. Но, видимо, не только может, но еще и расчищает сама себе путь. А в образовавшуюся дыру то и дело наведывались твари из той самой орды, что шла сейчас по улице. Вокруг бункера их собралось уже с пару десятков. Благо, большинство первого и второго ранга, но есть парочка более развитых тварей. Одна, к примеру, напоминала невесту, сбежавшую со свадьбы, которую переехал этот же внедорожник, а потом еще и стая диких собак порвала на ней всю одежду и частично подпортили кожу. Девушка-мутант стояла, пошатываясь и глядя себе под ноги. С чего я взял, что она более развитая тварь? Ну, хотя бы потому, что остальные твари не приближаются к ней ближе, чем на три метра. А еще ее когти раза в четыре длиннее, чем у бегуна. Эдакая ведьма-росомаха. Еще была тварь, которая мало чем напоминала человека, разве что к количествам конечностей. Тело почти такое же длинное, как у моего ночного гостя, только спина больше напоминала колесо, нежели человеческий скелет. А голова и вовсе была похожа на мерзкое растение, раскрывающее свой бутон на четыре стороны. Также, наблюдая из засады, я заметил странное поведение тварей возле машины. Они будто хотели проверить, что внутри, но, приближаясь к ней на пару метров, сразу меняли свои планы и уходили прочь. А вместо них подходили следующие любопытные ребята и также быстро теряли интерес к транспорту. Орда монстров становилась все реже. Тварей уже не шли плотным потоком, а лишь несколько отстающих лениво направлялись вслед за основной массой. Но бродившие вокруг бункера уходить, похоже, не собирались. Нужно как-то их отвлечь, что ли? Только как? Первой мыслью было устроить пожар неподалеку. Сжечь дом. Но тогда вся орда к нему сбежится, да и вся деревня может сгореть. Нет, нужно что-то менее масштабное. Включить сигналку на машине? Тоже не вариант. В этом мире электротехника просто так не работает. А это еще что? Машина моргнула только что фарами. И вот опять. Это мне, что ли? И кто там может быть? Только рейдеры. Хотя тот черт без ноги говорил о различных группировках. Нет уж, свои же правила я нарушать не собираюсь. Избегай рейдеров. Не верь рейдерам. На хер, пусть его сожрут, кем бы он там ни был. Мне бы своих вытащить. В конце концов, бункер окружили из-за этой машины. Наверное. Ну или твари чувствуют осколок внутри, хотя тот уже должен был передать свою силу Ваську. Машина продолжала настойчиво мигать фарами, а я продолжал ее игнорить. Думал только о том, как бы увезти отсюда тварей хотя бы на время, чтобы успеть забежать внутрь. А если подорвать машину? Нет, не ту, что сейчас в фарме блымает, а найти где-то подальше. А лучше железную канистру или газовый баллон. Взрыв будет слышно на большое расстояние. Хотя нет, так можно и все село спалить. Вот если взрывать на открытой местности, хотелось бы устроить взрыв поближе к орде, чтобы они не развернулись, а наоборот, отставшие потянулись к ним. Но приближаться к ним слишком опасно. Отойду в сторону, в центр огорода, и там устрою фейвер. Решено. Обходим бункер, проходим пару дворов, находим канистру, бензин, взрываем и валим оттуда. Чувствую себя каким-то диверсантом в горячей точке, и риск подохнуть не меньше. Но психологически уже начинаю привыкать к этой ситуевине. А что остается делать? Жить-то хочется. На удивление мне встретилось не так уж и много тварей. Парочка первоуровневых не смогли перебраться через двухметровый забор, за которым находился дом и бункер деда Максима. Одного я убил быстро, подбежав со спины и резанув по почке. Второй успел развернуться, но псинька схватила его за руку и повернула ко мне боком. Этого хватило, чтобы вонзить саблю в уязвимое место. Ко мне и внутри не обнаружилось. В следующем дворе попался один бегун и еще один ребенок, к счастью, медлительный и неповоротливый. Бегуна убили стандартной тактикой. Собака отвлекает на себя, а я бью в голову или по почкам, смотря куда достану. На малыше решил снова попрактиковать свою авадокедавру. Собрался с мыслями, направил всю энергию через руки. Резкий рывок. Есть! Попал, конечно, не очень удачно. Снаряд прошел через плечо малого, но ведь прошел. И не какой-то там шарик, а что-то похожее на нож. Хотя, скорее на монетку. Но не важно, прогресс есть. Да и чувствую, что энергия еще осталась. Вот только творить новое заклинание нет времени. Малой уже подошел ко мне и собирается вцепиться зубами в самое дорогое, что у меня есть. Он-то, может, и отрастет со временем, но не хотелось бы его терять даже на время. Рубанул пацана саблей в череп, и та застряла. Выручила псинка, бросившись на зомбака сзади и повалив его на землю. Достал боевой нож и прошелся по почкам монстра. Сразу же их выпотрошил. Одно зернышко есть. И у бегуна еще два нашлось. Да и у меня уже целый десяток накопился. Может, еще одно сожрать? А что, если их нельзя так много принимать? Нет, лучше не рисковать. А вот и гараж. В нем стоит старенький москвич, но еще на ходу. Дед Коля на нем в город даже выезжает. Псинка, охраняй! Сказал я собаке, а сам зашел в гараж. Теперь найти бы канистру. Обыскав весь гараж, я нашел только две пластиковые канистры и немного бензина. Не знаю, рванет она или нет, даже пробовать не хочу. Но бензин захвачу собой. На всякий случай обыскал дом. Некоторые пользуются не только дровами и углем, но и газовые печки себе ставят. В этом есть свои плюсы. Вот такой баллон я бы и хотел взорвать. Но, увы, в этом доме его не нашлось. Зато в следующем не оказалось никаких мутантов. Правда, псинка рычала на закрытый дом, но я не собираюсь напрасно рисковать. Хотя... За это дают энергию, которая вроде как сильнее делает. Что-то типа опыта в видеоиграх? Если так подумать, то развитой твари там быть не может. Один-два медляка, максимум бегун. Ладно, заманю их к окну и быстро прикончу. Хотя нет, лучше не шуметь раньше времени. Не хватало еще одного развитого заманить. Вместо этого я притащил к двери стол, наставил на него кирпичей, бетон и бордюр, подпер это все дело собачьей будкой, стоявшей у калитки. Приоткрываю дверь где-то на ширину головы. Именно столько позволяла баррикада. Приготовился бить тварь, которая оттуда полезет. Но никого нет. Я минут десять потратил на приготовление и... «Ух, млядь!» Выкрикнул я, когда из дома выскочила перепуганная кошка и рванула в неизвестном направлении. Псинка посмотрела ей вслед, затем виновата посмотрела на меня и отошла от дома. Ясно, там больше никого нет. Жаль, что кошак убежал. Иммунные животные, похоже, большая редкость. Хотя мне и псинки хватает. Зачем нам лишний рот? Обыскав гараж, я так и не нашел желаемого, но хорошо, что догадался заглянуть под покрывало в багажнике. Там была железная канистра на двадцать литров и запаска. Причем канистра полная, ну или почти полная. Достав ее, я первым делом проверил содержимое. Вдруг там вода или что-то еще. Но нет, тут мне тоже повезло. Самый настоящий бензин. Взял канистру, прихватил с собой коробок спичек, деревянный табурет и пошел на огород. Уже трава лезет полным ходом. Блин, сейчас бы культивировать, досажать что-то, а мы бегаем, зомбаков убиваем. Потом много работы придется проделать, чтобы восстановить сельское хозяйство. На открытой местности двигался осторожно, внимательно осматриваясь после каждого шага. Никого. Все свалили за ордой, и куда они, интересно, направляются. В ближайшей посадке насобирал сухих веток и выложил в центре огорода. В целом убил на это еще 20 минут. Надеюсь, жара хватит для взрыва. Если нет, полчаса потрачено впустую. Добавил к этим веткам стул, который разломал на детали и поджег, поставив наверх этого кострища герметично закрытую канистру. На всякий случай отбежал от нее, как только костер загорелся. Она, конечно, не рванет так быстро, но мало ли. Канистра не рванула, даже когда я покинул огород и двор, в котором нашел канистру. И когда я в соседний двор перебрался, тоже ничего не услышал. Зато на подходе к бункеру раздался довольно громкий взрыв, да и стол по дня, как от микроядерного взрыва, привлекал внимание. Зомбаки не заставили просить себя дважды, и все дружной толпой направились в любопытное место. Туда вам и дорога. Дождавшись, пока твари сломают последний забор и свалят со двора, я вышел из своего укрытия и побежал к бункеру. Но тут дверь машины открылась, и оттуда вышла измученная, но довольно симпатичная девица. Я достал пистолет, который давно ношу с собой, хоть и без патронов, и направил в нее. Личика может и симпатичная, но она не из нашего села, а значит из числа рейдеров, а им, как я уже убедился, доверять не стоит. Девушка посмотрела на меня, как на идиота, а потом флегматично подняла руки вверх. «И что дальше?» спросила она уставшим голосом. «Ты кто такая и что тебе нужно?» «Я Алиса. Вышла сказать спасибо, что увел этих тварей. У меня уже весь энергетик закончился отпугивать их». «Благодарность принята, а теперь вали отсюда!» Сказал я без капли сомнения. «Хватит с меня смазливых девиц, из-за которых постоянно рискуешь задницей, а вместо благодарности тебя еще виноватым выставляют». Хотя Алиса выглядит намного круче Арины, их даже сравнивать глупо. Та просто пластиковый манекен по сравнению с этой девушкой. На вид ей лет двадцать пять. «В нашем мире я бы и мечтать о ней не стал, ни моего поля ягода. Но сейчас замечтался сразу, да так, что в штанах стало тесно». «А твой дружок, похоже, хочет, чтобы я осталась», с улыбкой ответила она. «Что? Нет! Чего ты несешь?» «Расслабься, спаситель, и дай пройти». «Куда это?» «В бункер. Куда же еще?» «Откуда ты...» «Ох, да я знаю про бункер, и про деда Максима знаю еще одного парня, Василий, кажется. Меня там уже ждут, так что пойдем со мной, или отойди в сторону». Тут дверь бункера позади меня открылась, и из нее вышел Вася, еще с одним парнем, примерно моего телосложения. «Малая, как я рад, что ты жива!» Пробосил он и обнял девушку. «Этого балбеса благодари, он твари отвел», ответила ему Алиса. «Давайте внутрь быстрее, потом будете жамкать друг друга. Сань, заползай, нам многое нужно обсудить». Я, ничего не понимая, зашел в бункер, настраиваясь на долгий разговор. Самое время узнать ответы на скопившиеся вопросы. «Правило тринадцатое. Всегда запирай машину!» «Возвращением в реальность». Если вам понравилось наше путешествие в мир пазла, то обязательно напишите комментарий, поставьте лайк и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.